Ре. Вис Этерс Ирте. Это будет скорейшего решения городских властей. Звоните, отвечайте и задавайте свои вопросы. Ну а мы начнем разговор с нашим гостем. Итак, господин Буров, еще раз добрый день. Вы недавно заняли пост вице-мэра Риги. В связи с чем хотелось бы узнать, какие для вас приоритетные направления, какие первоочередные задачи, которые вы перед собой ставите? Приоритетные направления – это городское хозяйство, это решение хозяйственных вопросов. И я буду делать все возможное, чтобы решение хозяйственных вопросов не политизировать. Потому что зачастую мы устраиваем политические дискуссии, мы устраиваем политические прения, мы злимся друг на друга, обижаемся. А в принципе, за этим мы забываем решение простых вопросов. Как говорил известный два классика, Илья и Евгений Петров, надо меньше говорить о необходимости чистоты, а чаще убирать. О чем сказали только что Рижане в сюжете. Итак, городское хозяйство. Давайте тогда поподробнее коснемся этой темы. Какие конкретно проблемы предстоит решить? Я думаю, что одна из больших проблем – это жилой фонд. Это состояние жилого фонда, особенно домов, построенных в советское время. Конечно, у нас довольно много домов, довоенных, исторических домов. Это отдельная тема. Но я хотел бы сказать, что в первую очередь, я думаю, это дома, построенные в советское время. Вот все эти серии, в которых об основном Рижане живут. Я думаю, что здесь не надо драматизировать ситуацию и говорить, что вот их срок эксплуатации столько лет, они начнут разваливаться. Нет, ни в коем случае. Но если в эти здания не начинать инвестировать средства, это капитальный ремонт инженерно-технических сетей, это утепление этих домов, то это, конечно, ситуация довольно обострится. Здесь есть одна большая юридическая проблема, которая всем известна. В начале 90-х годов мы все с вами, дорогие Рижане, захотели получить собственность. Наконец-то мы вот после советских времен хотели получить собственность. Мы все приватизировали свои квартиры, может быть, до конца не понимая, что это собственность, это еще и ответственность. Поэтому сейчас Рижская дума не может прямым способом инвестировать деньги в создание, в ремонтные работы в ваших зданиях. Возможно создать инструменты софинансирования. Такие инструменты создаются. Я думаю, что есть еще ряд идей, которые мы обязательно в ближайшие годы постараемся реализовать. Другая проблема – это здание, где город, ну, скажем, таким бюрократическим языком выполняет свою функцию, школы, детские сады. Здесь, скажем, эти ремонтные работы проходят много. Вы видите, это библиотеки, музыкальные школы. Здесь, в принципе, все нормально. Та же первая больница. Я думаю, что это очень такой успешный пример восстановления наших зданий, восстановления функций, если мы говорим о первой больнице. И дороги. Дороги, конечно, ремонтировались, будут ремонтироваться. Эти, я думаю, проблемы делятся на две части. Это внутриквартальные дороги, которые каждый год восстанавливаются. Там нужно инвестировать много. И дороги, улицы, которые тоже надо делать в этом году. Это будет продолжаться ремонт улицы Красноя, например. Под вашим надзором все еще остаются развалины нашего города. Вот какая ситуация с развалинами города Риги? Какие здания и сколько таких домов, которые признаны опасными и деградирующими среду? Спасибо за выражение под моим надзором. На самом деле, под надзором, потому что я хотел бы напомнить, уважаемым телезрителям, в собственности города только 7% с общего количества городских развалин. И немножко больше государственных. Все остальные частные. Это значит, что нам здесь нужно работать и создавать юридическую базу, какие-то условия, какую-то политику, извините, кнута и пряника, для того, чтобы эту ситуацию изменить. Она, безусловно, меняется. И я хочу сказать, что цифры, они следующие. Если в 2011 году, когда мы начали такую активную борьбу с развалинами, количество восстановленных зданий за 2011 год было 16, то в прошлом году, в 2018, их было 207. Поэтому это количество все время увеличивается. Какие рычаги, если мы говорим про тот же кнут и пряник, это повышенная ставка на налог, было собрано как повышенная ставка на налог за здание, которое деградирует среду, за прошлый год 2,5 миллиона. Одновременно можно получить льготы за восстановленные здания, за восстановленные фасады, за отремонтированные крыши, если это историческое здание. И здесь льготы Рижская дума выделяла на такие исторические здания, льготы составили миллион. Поэтому вот они, льготы есть. Кроме того, есть программа софинансирования исторических фасадов, исторических крыш, где в прошлом году было инвестировано порядка 1 миллиона 200 тысяч. То есть, я что хочу сказать, за три года вот этой программы софинансирования уже восстановлено порядка 180 зданий, и на это ушло 1 миллион 200, 600 и 300 тысяч вот это за все эти годы. Так что, в принципе, результат есть. Колледж, мы заговорили о развалинах. Давайте, может быть, по конкретным примерам пройдемся. Хотелось бы вот узнать, как обстоят дела с домом на улице Каунсоема, печально известным, который недавно потерпел пожар. Какая там сейчас обстановка? Ну, смотрите, это частная собственность, которая не являлась памятником архитектуры. Ни 5, ни 10, ни 20 лет тому назад государственная инспекция по памятникам не думала, и очень жаль, награждать его статусом памятника архитектуры. Мы давно уже дали повышенную ставку на налог этому зданию. Летом его консервировали, потому что ничего не делали владельцы. Владелец у него заменился, сменился, и на момент смены владельца произошел пожар, который произошел в такое очень подозрительное время, полчетвертого утра, и в трех местах было возгорание. После этого обследовали это здание технические специалисты, строительные инженеры. Заключение у них было вполне определенное. Если не демонтировать часть здания, то может произойти самообрушение. В результате это опасно, это, возможно, жертвы и прочее, прочее. Поэтому было принято решение, был принят административный акт, который принудил владельцев провести демонтаж здания до каких-то безопасных, безопасного момента. То есть его демонтировать до того момента, пока оно уже становится безопасным. Это было сделано до уровня первого этажа. Другая часть была тоже, скажем так, немножко там только демонтирована. И на сегодняшний момент это все. Все эти работы оплачивали владельцы. Я бы хотел здесь тоже прокомментировать. На прошлой неделе одно из телевидений провело вопрос. Что-то подозрительно, почему слишком быстро прошел этот демонтаж? Я хочу сказать одно. Вот это один из примеров, когда абсолютно хозяйственный вопрос. Политики зачастую обсуждают, дискутируют, ищут виновного. Здесь нужно действовать очень быстро. Потому что если не действовать, это здание просто бы развалилось. Сейчас это все сделано, оно будет восстанавливаться. И послезавтра Рижская дума примет постановление дума. Это как административный акт, где будет вменяться в обязанность владельцу восстановить это здание, его фасадную часть в том первозданном плане, в виде. Вся остальная часть дома, это может быть новая архитектура. Давайте от улицы Каунса мы перейдем к улице Чака, печально известный дом, о котором мы, по-моему, говорили в нашем прошлом интервью. Вот какая ситуация сейчас с ним? Два владельца, каждому принадлежит 50%. Один олигарх из соседской Эстонии, другой наш местный предприниматель, которые между собой, как это часто бывает в бизнесе, не могут поделить, не могут решить, кому что восстанавливать. Коль они не могут договориться о совместном инвестировании в здание, сейчас мы их штрафуем. И повышенную ставку на налог они получают ровно в два раза больше, чем получали до этого. Была система большая штрафов, то есть мы своих штрафов, если они не выполняют постановление Думы о восстановлении этого здания, можем штрафовать каждую неделю физическое лицо 5000 евро, каждую неделю юридическое до 10 тысяч. Вот уже, когда мы подошли к этим штрафам, они подписали оба договор с архитектором на полную разработку технического проекта в основе здания. Первый вот такой у них эскиз, уже вот об этом проекте первый шаг в исполнении этого проекта, они нам должны принести в феврале. Нам с вами осталось немного ждать. Если этот проект, пусть они изменят, была липа, только потому, чтобы не платить штрафы, начнем сразу же, опять снова эти штрафы, мы заставим их привести это здание в порядок. То есть в феврале можно вернуться вновь к этой теме и узнать? Обязательно. Но если они сейчас нас с вами слушают, вот пусть они знают. Мы ждем и мы помним. Еще чеключат. Ну что ж, мы знаем и помним о том, что наши телезрители хотят с нами разговаривать. Принимаем первый телефонный звонок. Добрый вечер, слушаем вас. Мы знаем и помним о том, что у нас телезрители, когда с нами разговаривать. У нас очень простой вопросик. Когда вернут на место остановку 15-го троллейбуса, который 50 лет служил для массива улицы Славу? Унесли метров 500 и никому дела нет Рижской думы до этого. Спасибо большое. Остановка возле моста, где большой проект Акрополиса. Я вам сейчас не могу сказать. Я думаю, что я узнаю. И было бы неплохо потом, если бы с вами как-то могли с телезрителем связаться, я бы сообщил. В общем-то, если у вас есть вопросы, пожалуйста, вы можете обращаться не только в студию, можно ко мне. Я могу назвать свой мобильный телефон. Вон, пожалуйста, кто успеет записать, записывайте. 29-25-44-99. Он легкий. Звоните, пишите. И тоже всегда можем ответить. Потому что такие вопросы сразу же ответить про остановку, почему она перенесена. Слово сказать, на улице Калтима тоже эта остановка перенесена на время восстановления этого здания. Давайте выслушаем еще одного нашего телезрителя. Добрый вечер. Говорите, пожалуйста, мы вас внимательно слушаем. Добрый вечер. Здравствуйте. Много лет назад был вопрос о том, что люди, которые не живут в Риге, будут иметь право проезжать так же, как пенсионеры, которые имеют пенсионерский возраст. У меня, например, земля в Риге. Я плачу налоги, а сама нахожусь в Гимбаже. Но у меня такой возможности нет. Как вы с этим вопросом решили? Спасибо. Да, вопрос о льготных проездах. Но задекларировано... Да, если я правильно понимаю, человек задекларирован в Риге, но живет в Лимбаже и... Но если задекларировано в Риге, то, по идее... Наверное, наоборот. Наверное, задекларировано в Лимбаже, а живет в Риге. Нет, ну тогда нужно сделать этот шаг и задекларироваться в Риге. И тогда ты получишь право проезда. Да, конечно, право бесплатного проезда. Это все-таки для Рижан. Куда обращаться по этому вопросу? Не опять же вас по мобильному беспокоитству? Нет, не надо меня беспокоить по мобильному. Я думаю, что вопрос декларации, он очень легкий. Это можно сделать в электронном виде. Если, уважаемому пенсионеру, это трудно сделать, то это могут ей помочь ее родственники, близкие. Но это можно сделать. Вопрос декларации, он очень легок. Еще один звонок от телезрителей. Давайте выслушаем. Мы с вами на связи напрямую и внимательно вас слушаем. Здравствуйте. 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 Добрый вечер. Слушаем. Я хочу задать такой вопрос. Я живу по улице Маскова с 213. Потом наш дом переименовали Маскова с 215. А сейчас вообще Плявиню 23 дом сделали. Вы посмотрите, сколько денег выпустили на улицу, выбросили. И документы надо переделывать. Все надо переделывать. Но это же безобразие совсем. Спасибо большое. Этот процесс, который организует строительное право по замене адресов, он происходит. Иногда, может быть зачастую, я знаю, что рижане обижаются, что они не знают, они не информированы. Может быть та информация о замене адреса к ним не пришла. Они живут на одной улице, потом узнают, что оказывается улица другая. Естественно, это связано с этим. Это неудобство. Но, в принципе, строительное право уверяет, что оно всех информирует. И, ну, да, такие изменения не есть. А с чем это связано? На самом деле создаются новые улицы. Ну, с упорядочением, скажем так, почему назвали вместо Маскова с это сейчас другим названием? Ну, значит, появляются новые улицы. Нужно в честь кого-то назвать. И поэтому есть такое решение. Новые адреса. Не, ну, что значит надо? Есть новые адреса, есть другое совершенно формирование, есть другой подход. Может быть, стараются отказаться от корпусов. Потому что на той же улице Маскова, где вот старые литовские серии, я понимаю, что живет, может быть, по правой стороне, по Маскову, когда мы будем, если мы едем из центра города в сторону Даугова, там много было корпусов. Стараются отказываться во многих моментах от корпусов и давать зданию определенный номер. Ну, и если есть возможность назвать другой улицей, называют, да, этот процесс. Ну, разные, например, художественный музей назвали, вот, эту площадь около художественного музея назвали площадь Яни Розентала в честь художника. И музей с радостью поменял свое название, да. Но это уже, конечно, другое, это связано с музеем, связано с искусством. У нас есть еще один вопрос, еще один телевизоритель дозвонился на прямом эфира. Добрый вечер, задавайте вопрос. Добрый вечер, я хочу по-настоящему говорить. Добрый вечер. 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 Выясню, руководство Рига Сатекс, мы сейчас, хоть временное руководство есть, я обязательно скажу, потому что часто возникают вопросы, когда рижане хотят остановку одни ближе, чтобы им было удобно, другие рижане в другом месте. Но найти это не может быть передвигаемая остановка, да, должен найден быть компромисс. Я с вами согласен, я это узнаю, и мы найдем возможность, как вам сообщить. Давайте поговорим о снеге, о наших улицах. Как вы сами довольны, как в этом году чистят улицы, в этом зимнем сезоне? Сегодня я был на югле по работе, и потом поехал в Эдсмилгравис. Ну, да, снега было много, но единственное, что он был белый и свежий снег. Ну, как вам сказать, я думаю, что улицы чистят, и, естественно, не надо воспринимать некоторые вещи, как стихийное бедствие, и выражать по этому недовольство. Естественно, снега много, и, кстати, я хочу сказать, в этом году опять, если будет много снега, то будет принято решение о бесплатном проезде, о чем нужно смотреть. Будет разработан уже специальный порядок, как информировать рижан за день до этого вечером о бесплатном проезде. Бессловно, этот снег нужно убирать, но на сегодняшний момент, ну, давайте все-таки радоваться этому снегу. Рига сегодня выглядит красиво. Ну, что ж, на этой оптимистической ноте поблагодарим вас за интервью. У нас в гостях сегодня был вице-мэр Риги Олег Буров.